Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня начинаю новый влог. Утро у меня, утренняя рутина у меня как всегда одинаковая. Я отвезла мальчишек своих в школу, покормила хвостиков, приехала, позавтракала сама. В общем, утренняя рутина у меня всегда одинаковая, кроме того, что я сейчас добавила утренние тренировки. На самом деле не думала, что это для меня будет настолько бодрящая, что я в полном восторге. И тренируюсь я с лучшими тренерами на Фитстарс. Присоединяйтесь, и вы тоже будете вместе со мной вдохновляться с утра и заниматься своим здоровьем. Тренировки длятся от 7 до 30 минут в день без дополнительного оборудования, поэтому я думаю, что каждый из вас может выделить на себя 7 минут в день. На Фитстарс большое множество разнообразных тренировок по различным программам, такие как похудение, растяжки, зарядка, здоровая спина, йоги, танцы, пилатес и многое-многое другое. Все программы подходят для новичков. В тренировках Фитстарс очень подробно объяснена и показана техника выполнения упражнений, то есть такое ощущение, как будто бы вы занимаетесь персональным тренером. А для детей от 3 лет тренировки в игровой форме, то есть это отличный способ приобщить ребенка к здоровому образу жизни. Также по подписке вам будут доступны обучающие курсы на тему здоровья, тела и ухода за собой под любой запрос, например, здоровая стопа, тазовое дно, курсы по дыханию, танцы и даже фейс-фитнес. Также на платформе Ерис раздел питания с рецептами и расчетом калорий, где вы можете найти большое количество полезных и вкусных блюд. А теперь самая крутая новость этой весны. Легендарный безлимит навсегда вернули и теперь доступна рассрочка на 6 месяцев без первоначального взноса. При оформлении этого тарифа за выполнение тренировок вы получаете умные весы Пикук, которых ограниченное количество и сертификат в фирменный магазин Фитстарс Шоп. По моему промокоду также вам будет скидка 70% на безлимит навсегда, но этот тариф будет расти в цене, поэтому не откладывайте покупку, а переходите по ссылке, забирайте подарки, пока они есть. Все условия и акции на сайте. Занимайтесь собой и своим здоровьем обязательно. Ну а я тем временем поехала в город по делам. У нас такая прекрасная погода. На самом деле погода в Питере абсолютно разная. То у нас выпадает снег, то светит солнышко, то плюс 1, то плюс 10. В общем, такая весна борется. В общем, надеемся, что совсем скоро у нас потеплеет и будет совсем хорошая погода. В общем, ждем лето. Скажите, девочки, вы делаете так же, как я? Я купила себе цветочки. На самом деле я, ну не скажу, что часто, но бывает по настроению, покупаю себе такие срезанные цветы. На самом деле ситуация была в том, что я заходила, в общем, в магазин заходила и увидела в продаже ромашки, вот чисто настоящие ромашки. 250 рублей одна штучка. Не знаю почему, но они, в общем, я их не купила. Точнее, знаю почему, потому что они были такими пожухлыми, ну такими, знаете, в общем, недолго простоят, не свежими, скажем так. Я решила, так захотелось мне цветов, я решила съездить в один магазинчик. Я там все время, ну, в школу цветы покупаю, в общем, такое все. И там у них постоянно свежие цветы. И вот они только привезли ирисы. Обожаю вот такие ирисы, вот такие вот маленькие синие. Это вообще мой балдеж мой. И вот это, это называется иустома, но в цветочных магазинах часто называют вот этот цветок лезиантуз. Не знаю почему, но я, кстати, спросила у продавщицы, она говорит, вообще правильное название иустома, но говорит в цветочных, вот в накладных, у них стоит это как лезиантус. Вот когда цветы привозят накладные, да, вот эти все, стоит почему-то как лезиантус. Не знаю почему, но в общем, я очень люблю и те, и те цветы. И купила себе пять ирисов и три вот таких букетика лезиантуса вот этого. Они когда раскроются, они будут такими красивыми. В общем, поставила их. Я пока поставила, оставила их высокими. Хотела подрезать, сделать поменьше, ну чтобы было не такими высокими. Думаю, я все равно буду обрезать периодически. А мальчик милый, вот тут бумажку ему принесла, да? Тебя мама бумажку дала? Ты рад? В общем, тут шебуршит этой бумажкой. Все, его законное место. Ну вот, я обрезаю постоянно раз в два, в три дня. Обрезаю вот где-то примерно вот столько. У них ножки, да, вот эти вот. И меняю воду вот на такую, с добавлением вот такой штуки. И у меня реально вот эти вот, вот это иустома или лезиантусы, по-другому, да? Они у меня стоят по две недели. Так что этот букет, ну, он, наверное, ирисы быстрее испортятся. Но вот эта иустома, она у меня еще долго будет стоять. Будет раскрываться. В общем, красоту себе взяла. Мне нравится. Особенно вот эти мои любимые цветы. Вот эти и вот эти. Напишите, кто-нибудь покупает все цветы сам? На самом деле, мужу моему это не очень нравится, эта история почему-то. Он считает, что я покупаю каждый раз с намеком на то, что он давно мне не дарил цветы. Ну, не без этого, конечно. Не, шучу. Ну, просто так захотелось мне цветочков. Прям вообще. Думаю, пойду куплю себе букетик красивый какой-нибудь. Ну, давайте покажу, что я купила в магазине. Еще заходила на Вальберес. Сейчас вам тоже покажу. Давайте с магазина. Снова заходила в Реал. Он мне по пути, поэтому я чаще всего, ой, на самом деле в него захожу. Купила сосиски упаковку. Вот эти вязанка мне очень нравятся. Их, кстати, очень классно замораживать. То есть, они после разморозки, то есть, можно покупать большую упаковку впрок или по акции, даже две упаковки, да, бросать в морозилку. Потом достаете там на пиццу, на что-то такое. Вообще супер. Или тушеную капусту с сосисками. Я, кстати, тоже очень люблю. Кстати, у меня же есть еще капуста. Точно, я еще потушу. А на самом деле, я взяла, чтобы детям с собой, то есть, я им положу одну сосисочку и заверну армянский вот такой лаваш. Нам очень нравится армянский, да? Да. Бездрожжевой армянский лаваш. Еще вкусный лаваш из тандыра я как-то покупала. Тоже два лаваша. Это с собой детям буду крутить. В общем, как всегда, я снимаю. Боно пьет воду. Да, Боночка? Все как обычно. Вот. Помидоры взяла. Ну, помидоры там были и томаты более-менее нормальные, только вот в такой упаковке. Поэтому взяла вот такой салатик. Кстати, люблю вот этот салат. Как он... Вот, фрилис. Он такой хрустящий, классный. И мои дети тоже любят. Вот им как раз накручу. Сыр кусочек взяла вот такой. 194 рубля. Сейчас скажу, что это российский. Российский майский. Российский майский. И взяла два соуса. Вообще, хотела... Есть такой соус, называется для шавермы. Вот такой я хотела взять, но его не было. Поэтому я взяла вот такой цезарь. Я им чуть-чуть туда наливаю, чтобы не так сухо было. А это мужу моему нравится. Манго чили. Но он не острый, на самом деле. Он такой вкусный, кисло-сладкий. Прикольный соус. Вот этот вот. Так. Это все мои покупки в магазине Реал были. И давайте покажу, что на Вальбере заказал. Во-первых, я себе скоро жилета. Да и вообще, я себе заказала вот такой топ. Он на самом деле взяла в размер и в размере М. Но он маломерит. Потому что Эско совсем маленькая. То есть на подростка девочку. Да, то есть маленький. Не то, чтобы даже чашечка. А вот в этой части маленькая. То есть взяла М-ку. Чашечка тоже маленькая. На небольшую грудь. Вот. Супер. Вот такой топ. А, это я изнанку показываю, да? Да. Девочки, я не сразу догадалась. Я очень извиняюсь. Слушайте. Вообще, мне нравятся белорусские вот такие топы. Но они у меня без вкладышей вот таких. Но иногда нужно, чтобы ничего не торчало. Ничего не видно было, да? Вот такие вкладыши. Вот для этих целей я как раз таки и взяла. Они вкладыши прикольные. Вот здесь вот он тоненький. То есть он без всяких пушапов. Без всего. Просто, чтобы если вам стало холодно, то другие об этом не узнали. Взяла себе вот такую подставку для телефона. У меня, наверное, уже весь дом в подставках. Но я так люблю это дело. Смотрите. Прикольно. Класс. Единственное, что она высокая. Ой. Но держит хорошо. Вот я тут. Так. Выключим тебя. Выключись. Но держит хорошо. Ну, конечно, соскользнуть может. Мне кажется, она, конечно, такая хлипковатая. Но и стола недорого на самом деле. У меня еще вот такая тут. Это у меня на кухне стоит. Это когда на кухне я что-то делаю. У меня стоит. А это я хочу себе в гардеробную поставить вот такую подставочку. Ну, короче, девочки, не обращала на это внимания. Вот она. Такая подставочка. Там еще была розовенькая. Ищу какая-то. Я решил, что мне нужна беденькая. А тут еще наклон какой-то. Ну, в общем, еще вот такая подставочка миленькая мелота. Так. Так же купила вот такие. Открыла уже, понюхала. Кстати, пахнет приятно. Такое действительно морозной свежестью. 30 штук. Вот такие вот капсулы. Не знаю. Отзывы были хорошие. Я такие беру впервые. Аромат горной сосны. Вот. Отзывы были хорошие, что, во-первых, капсулы большие. Но я согласна. Смотрите, какие она большая капсула. Я вообще люблю, когда капсулы вот такие вот. То есть состоят из трех там или из четырех. Вот таких вот. Когда просто в одну капсулу налито что-то одно. Я такое почему-то не люблю. Мне кажется, у них аромат хуже и вообще. В общем, на пробу взяла вот такие капсулы. Ой, ну, пахнет прикольно. Такой свежестью реально зимний. В общем, отзывы были хорошие. Не знаю. Попробую. Потом расскажу. Так. Мне нравятся капсулы. Сейчас покажу, какие. В общем, мне нравятся вот такие капсулы. Я их, правда, показывала уже не раз. Вот. Единственное, что они все-таки не на 7 килограмм. Сейчас я вам. Размер покажу. Да, вот эти побольше. Видите? Хотя. Может, даже одинаково. Но вот эти прикольно розовые. Они прикольно пахнут. Такой цветочный сладковатый аромат. Они мне очень нравятся. Они вот у меня уже заканчиваются. Вот такие. Они просто были без скидки. Поэтому я думаю, ну, возьму на пробу. Пока что им другое. Здесь 50 штук, а здесь 30 штук. Но вот эти вот я реально рекомендую. Вот эти прикольные. Мне больше всего нравится вот этот аромат саку. Очень классные капсулы. Ой, прикольно пахнут. Мне нравится. Вот эти побольше, мне кажется, безмером. Хотя нет. Непонятно. Мне кажется, побольше все-таки. Ну, короче. Попробую вот эти потом расскажу. И еще, конечно же, своему милому котику. Тут у меня все собрались. Ждут, что я что-то вкусненького дам. Хотя мама уже вкусняшечку им выдала. Заказала вот этот вот наполнитель. Кстати, не первый раз его уже беру. Это, по-моему, белорусский. И еще на пробу вот такой. Он совсем-совсем дешевенький был. Комкующийся. Ну, в общем, я на самом деле смотрю по ценам. Иногда на маркете можно дешевле найти. Иногда на Азоне. Иногда на Вальберес. Ну, в общем, по-разному. Вот на это была акция. Поэтому я взяла. Получается, дешевле. Вот. Но. Ну, что, мои хорошие-то. Тоже у меня такие хорошие-то все, а? Сладенькие такие. Ну, вот. В общем, в принципе, ради этого и делала заказ. Ну, еще. Ну, подставку все попутно. Очень надо мне, понимаете. Так же сегодня вечером я решила пересадить свои цветочки. На самом деле я пересаживаю так по чуть-чуть, понемножечку. Пришел мой заказ с Яндекс.Маркета. Заказала вот такую смесь вермакулит и перлит. Обычно я покупаю в разных пакетиках. Тут увидела смесью. Думаю, почему бы и нет. Там, конечно, с пылью. Но я ни разу не видела вот подобные смеси, чтобы они были без пыли. Вот. Заказала еще вот такой торф верховой. Хорошие на него отзывы. В общем, буду делать сама такую питательную смесь для своих растений. И я, кстати, всегда делаю. Здесь еще у меня, ну, в общем, куча на самом деле разных. Это диатомит. И вот этот грунт добрый, это я покупала его в магазине Оби. И, в общем, буду все смешивать вот в таком ведре. И также у меня есть такие долгоиграющие для декоративно-лиственных растений. Они как бы, на самом деле они пахнут навозом, честно вам признаюсь. Вот здесь вот показываю все, что у меня есть. Это у меня просто вермакулит отдельно. В общем, я на самом деле делаю смеси на глаз. Все зависит от того, что именно я сажаю улучшитель почвы. Вот такой еще когда-то покупала давно. У меня остался один пакетик. То есть зависит от того, что я пересаживаю. Если в этот раз у меня будут такие папоротниковые, поэтому стараюсь делать такую более легкую смесь для них. Как бы вам сказать, не знаю. В общем, девочки, мне сложно объяснить. Я делаю на глаз, но моим цветочкам очень нравится. Поэтому пересаживаю. На самом деле, у меня как-то спрашивали, как часто я поливаю цветы. Летом, весной и в начале осени 2-3 раза в неделю. Я знаю, что рекомендуют поливать раз в неделю, но для этого, наверное, должен быть какой-то другой состав грунта. Я вообще стараюсь поливать по мере подсыхания, скажем так, почвы. Обязательно она должна слегка подсохнуть даже у папоротников. И только потом я, соответственно, поливаю. Вот. В общем, пересаживаю. Тут цветы, которые давно уже надо было пересадить мне. Например, вот этот папоротник, который я покупала на распродаже в магазине Оби. Он уже такой тут у меня пожухленький. Но, точнее, я его таким уже и покупала за 300 там с чем-то рублей. Но он у меня стал выдавать новые ваи. И все папоротники, они у меня стоят рядом с увлажнителем. Рядом нет батареи, не на прямых солнечных лучах. То есть, но в светлом помещении. Поэтому папоротники у меня оживут. На самом деле, я много лет пыталась вырастить у себя папоротники. Я их очень люблю. Они мне очень нравятся. Но они у меня не жили. И только вот в этом доме и буквально недавно они у меня стали более или менее выживать. В общем, пересаживаю тут потихонечку цветы. И меня также спрашивали по поводу того, какие конкретно цветы. Но вообще мне нравятся больше такие наподобие лиан. То есть, те, у которых свисают листья. Это разные. Это папоротники в том числе. Они тоже бывают разные. Но самое, наверное, больше всего восхищения у меня вызывают именно папоротники. В общем, я тут пересадила. Вот этот вот мой огромный папоротник. Я не помню, как он называется, девочки. Но как-то вот он называется. Я его тоже покупала в обе когда-то на распродаже. И ему у меня очень понравилось. Хотя у меня тут зимой, когда было включено сильное отопление, немножечко подсушил кое-где листочки. Но ничего страшного. Вот это новенький мой папоротник. И вот этот тоже пересадила. Маленький горшочек. А локазия поля. Я ее как-то покупала. Она у меня решила, что не хочет жить. В общем, и когда я ее, ну скажем так, выбрасывала уже засохшую, увидела детки-клубеньки. И вот из них у меня выросли две локазии. Одна у моей сестры. А вот это у меня плющ, который я привезла из геленджика, с леса. Прям выковырила его, оборвала, можно так сказать. И вот смотрите, какой у меня уже длинный вырос. Правда, растет одна вот эта только ветка. Но мне очень нравится. В общем, покайфовала, позанималась цветочками. Очень люблю это дело. Еще сейчас вам хочу показать свою посылочку с сайта Фарбокосметика. Тут распаковывала. Миленький котик пришел мне на помощь, да? Помогал маме. Видите, тут сколько всего. Так в этот раз было упаковано хорошо. Прям вообще супер. Он там еще лег на попорчатую бумажку. Думаешь, Лодки, маме помогал. А как же ж? А как же ж оно, да? Так, помните, в одном из заказов я вам показывала, что заказала на пробу вот такой ночной крем. Как правильно называется эта марка? Icon Skin, наверное, так правильно, да? В общем, это крем для области вокруг глаз с ретинолом. Здесь, конечно, маленький процент ретинола, но все же. И с аха-кислотами вот такой крем ночной для лица. И что я могу сказать? Он мне очень понравился. И крем для области вокруг глаз. И крем для лица ночной. Но впереди у нас лето. И, наверное, все-таки не стоит с кислотами использовать средства. Несмотря на то, что я живу в Санкт-Петербурге, но солнышко ожидается даже у нас. Поэтому я, наверное, вот эти два средства положу, ну, как начнется совсем такое активное солнце, положу в холодильник. Думаю, что я не успею им допользоваться. Слушайте, действительно, кожа более подтянутая. Морщиночки разглаживаются. То есть, вообще, вот у меня вообще никаких нареканий к этим средствам нет. Поэтому я заказала еще средства этой марки. Давайте я по-быстрому так еще покажу. Купила, ни разу не пробовала вот эту марку. Тэфи, наверное, так правильно называется. Производство почитала Россия, город Москва. Решила попробовать. Заказала только бальзам и маску. Вот такую маску для интенсивного восстановления и бальзам для окрашенных волос. Почему только бальзам и маску? Потому что у меня чаще, быстрее уходят бальзамы, нежели шампуни. Поэтому, так как в этот раз у меня тоже, у меня там один шампунь чуть-чуть остался, второй шампунь чуть-чуть остался, третий, пятый. В общем, надо их все добить, а бальзама нет. И маски у меня все закончились. Поэтому решила, просто докуплю бальзам и доиспользую все эти шампуни. Если понравится, то, соответственно, расскажу. Ну, или если понравится, буду заказывать и шампунь и, соответственно, покажу вам. В общем, вот этой марки. Наташа разошлась. Я все это купила со скидкой 45%. То есть, я вам оставляю ссылку, вы переходите, можете посмотреть цену. И от этой цены минус 45%. И я вот по такой цене взяла. Вот это было упаковано в пупырчатую бумажку, потому что, смотрите, какая упаковочка клипенькая. Достаточно. То есть, она, мне кажется, может при транспортировке расколоться. Но было вот прям плотненько. Там вот пупырчатая бумажечка. Вот там, вот видите, вот она. Прям плотно ей было все обмотано. Тебе надо такая бумажка, да? Вот. Значит, это мицеллярная вода. Решила попробовать. Не знаю. Потом расскажу, как она хороша или нет. Также пудра. Для умывания вообще. В формате пудра у меня один раз какое-то средство было. Что-то оно меня, помнится, не впечатлило. Но я решила попробовать. То есть, это энзимная пудра для умывания. Для комбинированной, жирной и проблемной кожи. Я взяла, потому что другой не было. Вот. Но высыпания у меня иногда бывают. Но, короче, решила попробовать. Дальше. Взяла я вот такой крем. Вот у него упаковочка. Это крем. Наверное, я буду использовать его как дневной уход. Это увлажняющий крем с минералами и гиалуроновой кислотой. Очень хорошие на него отзывы. Вот на этот крем. Поэтому я решила его взять. Наверное, буду использовать как дневной. Хотя, не знаю. Посмотрим, какой он по консистенции. Если он слишком жирненький, то, наверное, как... Ну, в общем. И решила из этой же линейки взять... Вот увлажняющая сыворотка с минералами и гиалуроновой кислотой. То есть, это из одной линейки крем и сыворотку. Это вот те, которые у меня были. И для области вокруг глаз из этой же линейки не было ничего. Я решила взять вот такой. Это у нас... Давайте вот упаковку покажу. Омолаживающий лифтинг крем для глаз с пептидами и фитостволовыми клетками. Вот. Не знаю тоже, как буду использовать. Как ночной или дневной. В общем, посмотрим, да. И еще вот такой взяла. До кучи. Короче, мне я хотела вообще все продукты этой марки взять. Омолаживающий крем для области вокруг глаз с коллагеном и пептидами. Вот такая красненькая линеечка. Вот. И плюс ко всему я взяла вот такой. Это вроде бы вот этой же линейки. Мне показалось, по крайней мере, увлажняющий тоник для лица. Вот. Вот такой вот у меня был заказ. Вот эта марка. Думаю, миленький. Посмотрите, какая милота. Это же такой миленький. Соченький. Такой несчастный котик. Скажу, мама. Своими кремушками нет, чтобы любименького котика. Каспер где-то шляется. Не знаю. Видите, на подстилке там нет никого. Вот. Так что вот эту марку, я не знаю. Мне вот эти два средства понравились очень. Буду пробовать. Потом вам расскажу. Ссылочки оставлю под видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok